Мои уважаемые братья, всего через несколько дней закончится месяц Рамадан. И самое великое, с чем мы можем его завершить, это улучшение наших отношений с Аллахом. Мудрым является тот, кто подготовил себя и трудится ради того, что будет после смерти. Клянусь Аллахом, мудрым является тот, кого не отвлекает эта мирская жизнь от его загробной жизни. Тот, кого не отвлекает этот мир от ухода смерти и великой цели. Истинно является то, что в один из дней мы вернемся. И наш девиз — это слова поистине «Аллаху мы принадлежим и к Нему мы вернемся». Эти слова не просто прощание с умершим, нет, клянусь Аллахом, это реалии нашей жизни. Поистине «Аллаху мы принадлежим и к Нему мы вернемся». Мои уважаемые братья, всего через несколько дней закончится месяц Рамадан. И самое великое, с чем мы можем его завершить, это улучшение наших отношений с Аллахом. Обновление нашего возвращения к Нему. Нам следует обновить свое покаяние перед Ним. И помните, мои любимые, что если вы дожили до Рамадана, то это признак любви Аллаха к вам. Если ты дожил до Рамадана, и мы знаем, сколько людей были с нами в прошлом Рамадане, из числа наших близких, родственников и соседей, а также друзей, где они сейчас? В том году они делали дуа, чтобы дожить до нынешнего Рамадана, однако они не достигли его. И сколько людей прямо сейчас просят Аллаха довести до них Рамадан, однако они не доживут до него. Они не доживут до Рамадана. Для каждого установлен срок. Такова жизнь. Я не знаю, и ты не знаешь, доживем ли мы до Рамадана. Однако, если Аллах довел до тебя Рамадан, знай, что Аллах могущественный и великий любит тебя. Почему же мой любимый брат? Потому что Аллах могущественный и великий. Каждое утро, когда возвращает тебе твою душу, тем самым он дает тебе новый шанс для возвращения к нему. Ты видишь умерших людей. Как ты думаешь, о чем они мечтают? Если ты сейчас пойдешь на могилу и спросишь мертвых, обратишься к богатым и бедным из них, мужчинам или женщинам, начальнику или подчиненному, правителю или простому человеку, министру или работнику. И если ты спросишь каждого из них, что вы желаете? В этой жизни, когда они были живы, их желания были разнообразны. Один хотел увеличения денег, второй хотел жениться, третий мечтал о работе, четвертый хотел приумножить имущество, а тот хотел купить, построить, сделать что-то. У каждого из них были свои мечты и стремления в этой мирской жизни. Сейчас мы все находимся в одной мечети, и у каждого из нас есть свои мечты и желания. Однако мечты могут быть разнообразны только в этой мирской жизни. Однако для находящихся в могилах всегда есть только одна мечта. Этот богатый человек желает не увеличения своего благосостояния, а тот бедняк не желает денег, третий не желает брака или новой работы. Все их мечты прервались, и это не то, о чем мечтают мертвые. Единственным желанием всех мертвых является желание вернуться в этот мир. Однако, по какой причине? Для совершения хотя бы одного земного поклона, который вы можете совершить, для совершения одного раката молитвы, которые вы совершаете, для того, чтобы пролить хотя бы одну слезу из тех слез, которые вы проливаете от страха перед Аллахом. Они мечтают вернуться в этот мир только для того, чтобы упасть в земной поклон перед Всевышним Аллахом, Если бы сказали мне или тебе, что завтра ты умрешь, и была бы назначена дата твоей смерти, например, завтра в такой-то час ты умрешь, клянусь Аллахом, в этот день ты ни за что бы не покинул мечеть, даже не вышел бы из нее и не оставил совершения ночной молитвы, ты бы постился в тот день, когда ты должен умереть, и ты будешь делать так, зная, когда ты умрешь. Заклинаю тебя Аллахом, как же ты будешь вести себя, не зная, когда ты умрешь? Каким будет твое положение, когда ты не знаешь, доживешь ли ты до Рамадана, выйдешь ли из мечети сейчас и так далее? Ты не знаешь, когда ты умрешь. Так как же ты будешь вести себя, таким будет твое положение, когда ты знаешь о времени своей смерти? Что же говорить о том, когда время смерти скрытое и неизвестно? Он должен еще больше стремиться к совершению земных и поясных поклонов, несмотря на усталость. Итак, мой любимый брат, однажды у пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, спросили о двух людях. Один из них умер шахидом, а другой своей смертью. Сподвижник увидел сон, что человек, умерший на своей кровати, получил более высокую степень перед Аллахом, могущественным и великим, чем сподвижник, который пал шахидом. Тогда он спросил у пророка, салли Аллаху алейхи вассалям, «О посланник Аллаха, разве не пал мученической смертью тот, а этот умер лежа на своей кровати?» Я видел того, кто умер на своей кровати в раю, опередившим своего брата шахида. Тогда пророк, салли Аллаху алейхи вассалям, спросил этого сподвижника, «Кто из них умер раньше?» Сподвижник ответил, «Тот, кто пал шахидом». Тогда сколько прожил второй? Он ответил, «Прожил столько-то лет». Он спросил, «Разве он не застал месяц Рамадан?» Он ответил, «Да». Он спросил, «Разве он не совершал земные и поясные поклоны в молитве во время Рамадана?» Он ответил, «Да». Вот поэтому он достиг более высокой степени. Почему? Например, твой друг умер в возрасте 20 лет, а ты умер в возрасте 25. Получается разница между его смертью и твоей смертью в 5 лет. Получается, в течение этих 5 лет ты совершил больше. Прочитал Коран полностью несколько раз. Больше молился и прожил на 5 Рамаданов больше, чем он. Таким образом, ты достиг большего, чем он, даже если он умер шахидом. Таким образом, дожить до Рамадана – это благословение. Каждый день, новый день, люди просыпаются. Некоторые из них испытывают тревогу, проживая в рутине, постоянно в заботах бедности этой мирской жизни. Однако, клянусь Аллахом, это утро, которое желают мертвые. Аллах Могущественный и Великий дал вам новый шанс покаяться для того, чтобы пойти в мечеть, вернуться к Нему и улучшить отношения с Ним, давать милостыню и выплачивать закат. Для старания на пути Аллаха, для призыва к религии Аллаха, для совершения ночных молитв, для поста – это новые возможности, которые дарованы всем Аллахом Свят Он и Велик. Это то, за что мы должны восхвалять Аллаха тысячи раз. О, мои любимые братья, самое лучшее, с чем ты можешь встретить и провести этот Рамадан, это покаяние перед Аллахом Могущественным и Великим. Рамадан – это шанс для живых. Рамадан – это шанс для всех нас. Сколько тревог постигло нас до Рамадана. Сколько грехов отяжелило наши плечи до Рамадана. Но пришел Рамадан, и это шанс для нас. Сейчас мы стоим на пороге Рамадана. И все мы обременены грехами и заботами. Рамадан – это шанс для нас. Для смягчения наших сердец после того, как их постигла темнота, жестокость и черствость. Рамадан – это возможность увлажнить наши глаза слезами после того, как они были сухими целый год. Рамадан – это шанс покаяться, проявить униженность перед Аллахом Свят Он и Велик, вернуться к Нему и вспомнить, что мы находимся перед Ним. Что сказал Иблис? Он сказал, «О Господь, я клянусь Твоим величием и славой, я буду сбивать их, пока их души будут находиться в их телах». Пока их души находятся в их телах, не будет выстаивания молитвы, будут грехи и ослушания. Я буду сбивать их до тех пор, пока их души находятся в их телах. Что же на это ответил Всевышний Аллах? Он сказал, «Я клянусь Своей славой и Своим величием и высоким положением, я буду прощать их до тех пор, пока они просят у меня прощения». Так стой же у дверей милосердного. Всевышний Аллах сказал в хадисе Аль-Кудси, «О сын Адама, послушай же, мой дорогой брат, посмотри на любовь Аллаха к тебе в этом Рамадане и на любовь своей матери к тебе. Посмотри на то, как она ждет тебя, как она заботится о тебе, как она жертвует своей жизнью и душой для тебя. Все это нежности и милосердия не сравнятся с милостью Аллаха к тебе. Аллах могущественный и великий, и более милостив к нам, чем к нашей матери. Представь это себе и посмотри на свою мать. Аллах более милостив ко мне и к тебе, чем к нашей матери. О сын Адама, поистине я буду прощать тебя, не обращая внимания на то, какие грехи ты совершил до тех пор, пока ты не перестанешь взывать ко мне и надеяться на меня. О сын Адама, если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, посмотри на небеса, как они далеко от тебя. Небо, которое ты видишь, всего лишь первое небо, а дальше второе, третье, и так, пока не дойдет до седьмого. Если ты совершишь столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у меня прощения, то я прощу тебя. О сын Адама, если ты придешь ко мне с таким количеством грехов, что заполнят они собой чуть ли не всю землю, представь себе площадь земли и ее размеры. Если придешь ты ко мне с таким количеством грехов, что заполнят они собой чуть ли не всю землю, то есть заполнят ее всю полностью, посмотри на ее размер. Если придешь ты ко мне с таким количеством грехов, но встретишь меня, не поклоняясь наряду со мной ничему иному, я обязательно дарую тебе прощение, которое покроет собой все эти грехи. Однажды Абузар пришел к пророку, и пророк разговаривал со своими сподвижниками и сказал, тот, чьими последними словами будут свидетельства, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, тот войдет в рай. Тот, у кого в сердце будет свидетельство, нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, размером с пылинку, войдет в рай. Тот, в чьем сердце будет свидетельство, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, размером с горчичное зернышко войдет в рай. Тогда Абузар посмотрел на пророка и спросил, «О посланник Аллаха, даже если он воровал и прелюбодействовал?» Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «Даже если он воровал и совершал прелюбодеяние». Абузар ушел и подумал над этим, и вернулся к пророку, саллиллаху алейхи вассалям, «Как?» и спросил, «О посланник Аллаха, даже если он воровал и прелюбодействовал?» «Даже если он воровал и совершал прелюбодеяние?» Абудар опять ушел, не переставая думать об этом. Он снова вернулся и спросил, даже если он воровал и прелюбодействовал? Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, да, даже если он воровал и совершал прелюбодеяние, несмотря на недовольство Абудара, Аллах могущественный и великий, простит его. Поэтому, о мой любимый брат, встань у дверей милосердного. Это лучшее, с чем ты можешь встретить и провести Рамадан. Был человек из числа сынов Исраиля, который поклонялся Аллаху 20 лет. Затем 20 лет он ослушался его, и в один день он посмотрел в зеркало и обнаружил, что его голова полностью седая. Затем он сказал, о Господь, я поклонялся тебе 20 лет, и затем 20 лет ослушался тебя. Если я вернусь к тебе, примешь ли ты меня? 20 лет, проведенные в ослушании и грехах. Если я вернусь к тебе, примешь ли ты меня? Он погрузился в отчаяние и так лег спать. Как такое возможно? 20 лет в грехе и ослушаниях. Так что он уже посидел. С чувством отчаяния он уснул. Во сне кто-то обратился к нему и сказал, о такой-то, ты подчинялся мне, и я приближал тебя к себе. Ты ослушался меня, и я давал тебе отсрочку. Если ты вернешься ко мне, то я приму тебя. Единственная дверь, которая не закрывается перед твоим лицом, может быть дверью того, кого ты любишь, из числа твоих друзей или родственников. Они открывают тебе один раз, но могут закрыть в другой. Они могут открыть перед тобой два раза и закрыть десять раз. Однако единственная дверь, которая не закрывается, это дверь Аллаха. Единственная дверь, перед которой твое место сохраняется, это дверь Аллаха. Ты можешь отсутствовать 20 или 30 лет, а потом вернуться к двери своего родственника. Однако он не узнает тебя. Это может быть дверь твоего дома, однако они не узнают тебя после твоего отсутствия. Единственная дверь, даже если ты отсутствовал многие годы, а затем вернулся к ней с покаянием, ты увидишь, что твое место сохранено. Место того раба, который каялся со слезами и молился, будет сохранено для него. Даже если пройдет много лет, так вернись же к Аллаху и обнови свое покаяние. И помни, какими бы великими не были твои грехи и поступки, Рамадан — это шанс для очищения души.